Пленэр стартовал буквально на днях, но работа здесь уже кипит полным ходом. Обосновавшись по приезду на базе отдыха Вербки, участники получили задание и, долго не раздумывая, стали воплощать идеи в шамотной глине. Сама обстановка, где проходит арт-джижель, располагает к творчеству. Керамисты работают под открытым небом на живописном берегу Березины, и это даёт им уникальную возможность прикоснуться к истокам гончарного искусства. Тема, конечно, связана с флорой и фауной Беларуси, как правило. Это кинокерунок на традиции. Ну, не то, что традиционное, скажем так, на той осяроди, куда ты трапил. Это достаточно интересно, потому что, например, приезжают нас с такими, например, из Бразилии, из Египта. Это достаточно интересно, как они трансформуют эту информацию, побываясь на Беларуси, как уносишься в беларусский лес, и какую, как бы, працу они сделают. Молодой мастер Дарья Берник из Братской России приехала на арт-джижель впервые. Девушка преподает керамику в образовательном центре Сочи. Поучаствовать здесь признается для неё важный и полезный опыт. На пленэре она решила создать фигуры знаменитых героев русских блин – Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича. Задумок на самом деле очень много, но в данном случае пока вот у меня вдохновение на богатырей, для богатырей. Ну, пока глина ещё влажная, я сейчас декорирую. Но здесь вот, если приглядеться, есть такие вот штучки, надо, чтобы подсохло, а потом уже их можно спокойно убрать. По соседству с Дарьей семейная пара из Болгарии. Супруги тоже приехали на форум в первый раз. Маргарита Иванова хоть и живёт за рубежом, но отлично владеет русским. Женщина занимается керамикой почти 30 лет и участвовала во многих подобных пленэрах. Но здесь, в Синеокой, на лоне природы отмечает – творить по-особенному благодатно. Обстановка располагает. Мастерица задумала создать монастырь в глине. А что из этого выйдет – пока, конечно, интрига. Я не раз слышала про это в пленэре. И мне было интересно приехать сюда, с одной стороны, познакомиться с друзьями, с коллегами. С другой стороны, выпечки тут, обжоги разные, интересные. И, конечно, всегда можно кое-что новое научить. Супруг Маргариты с редким именем спас по профессии скульптор-монументалист. Привык работать с бронзой и камнем. А здесь решил попробовать себя в качестве керамиста. Впрочем, с глиной он имеет дело постоянно. Ведь этот материал – основа основ. Очень хорошая атмосфера, очень хорошие люди. Я за это очень рад, что можно познакомиться с этими людьми. Хорошо встретиться и разные идеи увидишь. После лепки мастера будут заниматься сушкой, глазуровкой, обжигом и обваром изделий. Причем процесс этот здесь непрерывный. Что касается технологии обработки огнем, то происходит это в трех специальных печах. Температура обжига больше тысячи градусов. Хотя в этом году организаторы придумали новинку и собираются поэкспериментировать с жаром. Построили новую печь, разобрали старую, построили новую. Эта печь будет у нас рассчитана где-то на 1250-300 градусов. В ней будет делаться соляной обжиг. Вроде бы пробовали на нашем же планере, но тогда был опыт менее удачный, потому что печка была не рассчитана на высокие температуры. Сейчас же мы попробуем сделать для нас такую фишку новую. В конце пленеры состоится огненное шоу. Магия обжига центральной скульптуры по традиции пройдет ночью. А после будет дан старт итоговой выставки, на которой можно будет полюбоваться произведениями искусства, созданных руками настоящих профессионалов. Людмила Любимцева, Максим Галеонко. Итоги недели.